добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сан гейтс начинает своей программы сегодня понедельник лунный день 12 декабря 2016 года в чикаго 8 часов 30 минут на восточном побережье вашингтон и нью-йорк это 9 30 утра на западном побережье только 6 30 утра в калифорнии лос-анджеле сан-франциско в этот час в москве 7 на 17 30 до 17 30 и мы сегодня после некоторого перерыва себя беседуем с архитектором инженером специалистом в древней физической науки васту шастры иваном тюриным иван здравствуйте приветствую приветствую моего добрый вечер и доброе утро всем кто нас слушает и смотрит да ну мы это центр сангейтс ангейтс радио меня зовут майкл мелехов руководитель центра и наши координаты тройное w сангейтс radio.com по-английски это сангейтс центра даткам и наш skype сангейтс 108 кто хочет задать вопрос поучаствовать в нашей программе программа записывается выкладывается в youtube она будет доступна всем кто захочет с ней ознакомиться или кто подписан на канал и параллельно это пойдет ссылка в facebook а также в контактах где тоже есть лично у меня аккаунт ну и соответственным образом иван это ссылку эту тоже получит ну как всегда традиционный вопрос раз мы говорим уже о васту шастры то что это за наука такая чем она отличается от фэнсуэй фэншуй который очень популярна в наше время в общем достаточно распространенное введение и вопрос васту шастра наука которая сейчас доходит до нас из такой всемирной библиотеки как я называю как называют ее многие люди из индии пришедшие с востока знания тем не менее универсальный и собственно я нахожу сейчас их примеры или подтверждение или аналоги современной западной культуре в западной культуре древний но безусловно основные постулаты правила принципы носители этого знания и практики они конечно находятся на яндостане собственно там в том числе я эту науку и изучал в определенный момент когда моя архитектурная инженерная деятельность привела меня наконец к созданию собственного дома я понял что мне лично мне занимавшимся на тот момент уже йога изучавшему айурведу наука о жизни о здоровье не было недостаточно принципов основных или назовем их классических мне захотелось копнуть немножко глубже естественно это знание пришло когда есть ученик найдется учителя найдется само знание ну и вот с тех пор это наверное с 2008 года я изучаю практикую эту науку это в первую очередь наука об архитектуре и дизайне и никак не набор примет суеверий и каких-то ну надуманных скажем принципов я ищу каждому из утверждений научное подтверждение или собственный опыт ощущения на эту тему и естественно опыт и ощущение многих сотен моих клиентов консалтинге и в проектировании в архитектурном проектировании дизайне в интерьере в экстерьере то есть это все можно использовать это настолько живо и актуально на сегодняшний день это то что оживляет я называю это живой архитектуры то что оживляет классический принцип при этом классику при этом знание базовые знания об архитектуре дизайне цветотерапии естественно многие многие смежные науки никто не отменял они должны лежать в основе собственно вас то это обширная наука она все это себя всегда включала и включает по себе а с фэн-шуй здесь опять же я изучаю фэн-шуй правильно и никоим образом не отрицаем влияние и силу этого направления науки я считаю что науки родственные может быть братские кто-то считает что вас тут является предкам и прародителям фэн-шуй ну наверное это так и есть но об этом я не беру сейчас судить это было немножко раньше меня не так принципиально мне важнее что обе они работают на каких-то пару тысяч лет а так буквально недавно да ну вообще-то говоря в источниках описывается о том что действительно фэн-шуй это уменьшенная копия но хорошо вот когда вы изучаете вы говорите и фэн-шуй тоже если какие-то то получается расхождение между вас туши астры и фэн-шуй обязательно обязательно расхождение есть да потому что мы должны учитывать очень важный момент в на санскрите он называется као дэш айпатра время место и обстоятельства и как только меняется один из этих критериев или все они если мы рассматриваем фэн-шуй и вас ну очевидно практически все критерии будут меняться и время и место и обстоятельства то и знание наука принципы среда они будут меняться они будут корректироваться соответствии с этими условиями точно так же как и сегодняшний день и условия например западного мира условия территории постсоветского пространства россии украины белоруссии всей европы но и конечно штаты которые находятся совершенно другом континенте в других условиях звезде нужно делать поправки и именно для этого я изучаю не только васту и фэн-шуй но и углубляясь современные принципы архитектуры дизайна урбанистики естественно геометрии истории культуры мифологии народов мира всех народов мира многие сакральные науки и современные инженерные направления все это нужно совместить чтобы получить на выходе такой на самом деле ценный и сакрально практические инструменты ну когда вы говорите вы изучаете вы изучаете по каким-то источникам по каким ну в частности я спрашиваю у вас то есть основные общеизвестные источники это как то ты собственно васту шастра переводится как наука о доме науково пространстве вас ты сам скрип это можно перевести как дом или место шастра это знание тракта то есть эта наука о пространстве наука о доме и это комплекс это не какая-то одна книга и тем более что книги собственно говоря раньше ты их не было были пальмиры записи на различных других материалах собственно до сегодняшних дней дошло несколько таких трактатов они имеют разную датировку один из них главный это майя мата есть другой также не менее обширно называется манасара есть сборники такие как брехат самхита есть вас увидья есть вишвакарма васту шастра и их достаточно много каждый из них что-то рассматривает одинаково у каждого из них есть собственные направления и они описывают достаточно подробно но при этом часто так сказать мифологически то есть абстрактно том числе как говорил иисус причине до или мифами или какими-то символами и для того чтобы их понимать для того чтобы их осознать недостаточно просто сидя в метро прочесть эти сутры с утра это ну собственно нить да если переводить это нить которая должна нас ухватить своими несколькими всего словами и повести дальше вглубь открыть свою реальность которая может быть безгранична которую записать словами будет невозможно поэтому достаточно сложно прямо воспринять нужно посредо как говорится что с утра нужно читать состоянии погружения так называемом состоянии медитации чтобы можно было их реальность воспринять целиком она очень глубокая и широкая чаще всего но буквальный перевод или просто буквальное чтение дает очень мало информации какой смысл записывать так много текста раньше был другой подход дальше было с утра из там восьми слов к примеру но в ней заключалась реальность которую потом нельзя было описать если захотеть словами тысячу слов но получается что такой учебник когда он доходит или оказывается в руках человека ну назовем не сведущего или не часто практикующего или вообще не практикующего не дизайн не архитектуру не соответственно какие-то более глобальные вещи там урбанистические принципы например создание городов так далее то ему очень сложно это все применить в реальности потому что буквальный перевод часто непонятен или он настолько однозначен что человек не может его применить здраво в конкретной ситуации и здесь нужна интерпретация здесь нужен человек который это все будет испытывать на себе который получит опыт в других сферах как сейчас современное обучение скажем особенно в штатах до архитекторов людей которые должны заниматься созданием мира для других людей пространства этого мира соответственно строительных конструкций самой концепции для быта и жизни людей они должны знать не только архитектуры не только принципы конструктивного создания зданий они должны знать все социологию географию геологию метеорологию то есть математику физику геометрию к скульптуру художественной науки музыку и все это описано в том числе васту шастрах как качество архитектора как качество васту виде то есть видео видеть знания до человека который видит и поэтому очень много возникает таких проблем из фэн-шуй и свасту мы читаем простую короткую рекомендацию и не понимаем как ее можно применить потому что чуть-чуть не хватает опыта знания или видения дорогие друзья я напоминаю о том что мы беседуем с архитектором со специалистом по васту шастром инженером андреем тюрином и мы об этом иваном тюрином почему-то у меня у меня был часа андрей андрей на связи и мы находимся в студии сангейтс радио меня зовут майкл мелехов руководитель центра сангейтс и если вы хотите задать вопросы оставить свои комментарии замечания пожалуйста сделайте это на тройное w сангейтс radio.com вы можете это сделать также в youtube есть у нас канал на который все эти программы потом выставляется и параллельно они идут в facebook но еще еще более параллельно есть в контактах это так сказать российский facebook насколько я понимаю и там даже даже у меня есть там какой-то аккаунт там бывает я выставляю программы и анонсы на эти программы и вы с этими программ можем можете ознакомиться телефон для связи 1847 1 это код страны 1847 226 9956 или сангейтс 1 08 сангейтс солнечный оборот на конце буквы с по-английски сангейтс 1 08 продолжаем программу андрей опять прошу прощения иван какие все-таки основополагающие скажем принципе ложатся в основу строительства и что делать если уже мы проживаем в том доме в том сооружении в квартире где которые построены совершенно не по принципам вастушастры а совсем даже как-то и наоборот принципы лежащие в основе это принципы наблюдаемые природе их можно открыть для себя каждый день наблюдая за солнцем первую очередь отсюда один из ключевых принципов это ориентация как мы прекрасно знаем особенно вы их англоязычные люди что ориент до или ориентация собственно с латыни означает восток есть наше строение в первую очередь должно быть сориентировано в пространстве относительно солнца это не значит что оно обязательно должно быть на восток сориентирована как многие полагают помимо солнца влияющего на нас очень сильно непосредственно и собственно это главная влияющая сила можно сказать с точки зрения макро процессов до на земле следующие это магнитные линии и движение магнитной энергии электромагнитного поля земли которые также движутся вертикально назовем так с севера на юг энергия солнца движется с востока на запад и мы получаем такой крест вокруг которого собственно и мы строим наше помещение в идеале располагаем его в соответствии со сторонами света так чтобы солнце на востоке насыщало необходимые опять же определенные помещения энергии восходящего солнца давала как можно больше тепла и солнечного света особенно в холодное время года если такое есть на юге на западе мы вместе с солнцем ложимся спать находимся например в спальных зонах или с западной стороны у нас находятся технические помещения потому что западная энергия заходящего солнца уже не располагает активной деятельности это природный процесс множество естественно принципов более тонких которые сложно увидеть глазами пощупать руками есть так называемая теория пяти первоэлементов она используется во многих науках ведических науках это одна из основополагающих теорий например наука о здоровье аюрведа полностью построена но на знание о этих первоэлементах мы проходили это когда-то в школе нам это преподавалось как разное агрегатное состояние вещества также здесь воздух вода эфир огонь и земля с ними мы взаимодействуем мы понимаем как они себя проявляют в пространстве как они расположены по сторонам света поскольку на это тоже влияет солнце ну и собственно мы понимаем что с ними делать если мы знаем их качество как они на нас воздействуют и негативные и позитивные стороны безусловно принципов очень много есть понимание влияния цвета расположение комнат в пространстве влияние расположение мебели естественно главного хода и окон отношения их между собой пропорции как один из важных аспектов именно архитектуры создание новых пространств но вторая часть вопроса макал которая вот наиболее животрепещущие мы уже живем в каком-то пространстве что же делать нам теперь поскольку вас то изначально наука проектирование строительство созидания но не коррекции и уже пост факту то есть после того как мы имеем какое-то жилье и она у нас не скорректирована не создана по вас мы от обратного согласно этим принципам можем понимать как точечно так или иначе нам постараться вернуться к первоначальному что ли положению идеальному положению дела безусловно это очень сложно сделать уже существующем пространстве но много и много поддается коррекции с помощью опять же разных уровней причинности да и как мы все понимаем можно изменить что-то на физическом плане улучшить планировку как я говорил самом начале удобный дом может называться домом по вас то есть если мы соблюли принципы слепо догматические и сделает так что мы вьемся у стены открываем двери друг в друга мы лежим на кровати так что нам невозможно уснуть но зато она изголовьем на восток и если мы при этом пытаемся все это сделать удобно функционально и с учетом энергетических или тонких принципов можно достичь достаточно серьезных и иногда кардинальных результатов потому что моя практика консалтинга консультации людей вот по таким готовым пространством а это уже сотни и сотни консультации показывают что изменение в пространстве очень сильно влияет на все аспекты жизни на разные вещи ну вот у вас за спиной висит графическое изображение то что называется янтры да ну мы знаем о том что янтры очень серьезные скажем методики инструменты до гармонизации пространства уже существующего том числе ну если мы возьмем и поразвешиваем янтры там где их надо поразвешивать для того чтобы скажем вот вход есть людей запада ну вот есть запада вход но считается допустим о том что скажем вход в бизнес не должен находиться по моему на юго-юго-западе правильно а он находится там можно ли скорректировать с помощью янтры вот такую штуку или как или что делать можно с помощью янтер конечно все на месте индивидуально можно посмотреть какую лучше использовать янтру в этом случае можно использовать физическую коррекцию можно подумать всегда есть возможность пример изменить минимально или или достаточно серьезно изменить планировку есть множество способов да можно работать через расширение пространства при входе есть создать больший поток можно работать через изменение дизайна внутреннего помещения можно работать через изменение и улучшение например самой главной двери который у нас в этот самый бизнес в этот офис ведет но нужно понимать некоторые моменты что часто не нужно никаких объяснений что неблагоприятный вход он себя обязательно проявит человеку не нужно объяснять что вы знаете вот у вас здесь юго-западный вход к примеру или вход в ваше здание находится в его углу и у вас тут возможно есть проблем и человек обязательно ответит да у нас очень сложно у нас большая текучка у нас хаотичное положение средств у нас нет стабильности это то что может давать юго-западный угол совершенно недавно буквально вот на прошлой неделе я общался как раз с женщиной из торонто и мы с ним обсуждали такое положение делу и офисе который она хочет сейчас снять и там были две проблемных зоны это главный вход который был сделан в углу но благо что это первый этаж здания это здание специально под офисы с большим пространством такое open space который отдается в аренду и рядом с этими дверьми есть еще окна также до пола и изменить например положение входа поменять вход и окно не составит особого труда но тем самым мы совершенно можем кардинально изменить обстановку в офисе изменить планировку поскольку open space которым предполагается вот это арендное помещение его можно еще нарезать на разные кабинеты да как это часто делается и будет делаться мы все это с ней обсудили и там был очень серьезный очевидный такой момент опять же с тем же юго-западным углом мы обсудили его я рассказал со своей стороны что это может давать вот уже с позиции моего опыта но естественно описание астрологических и васту аспектов она говорит представляете у меня это тоже самое положение находится в моем жилом доме и те же самые проблемы которые вы описали находятся не только в бизнесе в моей жизни но в целом во многих сферах моего существования и вот этот офис который ей пришел он пришел почти такой же как ее дом с такими же недостатками дефектами причем они очевидны даже не с позиции васту а они очевидны с позиции функциональности или просто понимания течения ну скажем энергии или жизненной силы по дому по любому помещению это тоже нужно оценивать это тоже нужно понимать и в каждой конкретной ситуации могут помочь янтры могут помочь изменения в дизайне могут помочь капитальные перестройки и вот тут завершая этот вопрос нужно сказать что ждать часто от какого-то дома квартиры или помещение что он сейчас начнет источать просто благодать не приходится это редкая ситуация мы живем большинстве случаев очень сложных жилищных условиях но такие изменения минимальные насколько мы можем их сделать наше внимание и силы они часто дают невероятную силу для толчка я знаю десятки случаев когда люди меняли эту недвижимость будь то бизнес недвижимость или жилой дом или квартира связи с тем что они начинали просто эти изменения вносить и вот эта сложная недвижимость которую нельзя было изменить физически она просто уходила нужно было только сделать шаг и вот эти методы коррекции собственно я практикую и рекомендую вот такой вопрос иван ну скажем человек хочет купить и семья хочет купить квартиру ну во первых квартира находится в самом здании билдинге и вход в это здание может быть тоже совсем с другой стороны а вход в саму квартиру будет ну наверное по правилам васту шастра что главнее вход в само здание или вход в квартиру безусловно что ближе к телу то и главнее есть например коллектив в нем есть отдел в каждом отделе есть конечный человек и с точки зрения именно этого человека важнее что происходит в первую очередь с ним и как он себя ведет как он работает как он живет как он отдыхает дальше это сказывается на жизни отдела например дальнейшем жизнь и результаты отдела сказывается на всей компании здесь тоже самое безусловно влияет и первое и второе третье как я говорю выше есть уровне причинность но с точки зрения таких наук как васту как в данном случае скажем первое что у нас будет первое это психология понимание что ближе человеку то среда которая находится большую часть времени которая максимально с ним связана энергетически эмоционально ментально памятью тем что тут живут его дети и здесь он работает поэтому она конечно же важнее выбрать так чтобы все три уровня причинности соответствовали какой-то идеальной картине я склонен считать что нет никаких идеальных случаев потому что представьте себе многоквартирный дом в любом случае каждая квартира будет иметь свой отдельный вход не будем считать что их множество по этажам возьмем возьмем один срез один этаж каждая квартира будет разная это не значит что одна из них будет совершенно плохая другая совершенно хорошие как и люди мы все разные нас задействованы разные назовем это влияние планет или разный характер черты характера кому-то склонна деятельность активная деятельность по влиянию марса или солнца лидерская деятельность менеджмент и так далее а кому-то свойственно исполнительная деятельность деятельность сатурны деятельность в луне забота о ком-то и в зависимости от этого для нас могут подходить совершенно разные помещения и для бизнеса и для жизни для отдыха иван скажите ну вот к примеру все запроектировано все построено жилище все в порядке люди заселились в жилище но что-то не так происходит там что-то не то и потом выясняется о том что несмотря на то что все построено по науке васту шастры соблюдены все принципы само здание находится в геопатогенной зоне то есть это не имеет отношения на первый взгляд наверное да не имеет отношения к науке васту шастры лимит конечно имеет сейчас есть такое направление она конечно ничуть не новее чем все остальные а тем не менее есть такое направление васту геобиология понимание взаимодействия человека с природой с землей да соответственно гео и биология живое и земля и человек и между ними обязательно прослеживается связь и в идеале как это делалось тысячелетиями и веками если человек проектирует дом он делает это в соответствии не только с потребностями семьи хозяина хозяйки их детей их домашних животных их хобби увлечения их занятий делом каким-то творчеством все что угодно он должен приехать на участок и это дело почувствовать и отсюда возвращаемся опять же характеристикам истинного архитектора что он должен быть видящим он должен чувствовать и понимать взаимодействие с землей иметь чувствительность для того чтобы эту геопатогенную зону обнаружить и не строить там есть другой вариант есть человек который этой зоны может чувствовать может их находить или инструментарием каким-то как мы прекрасно знаем есть рамки есть лоза есть лозоходцы которые ищут не только воду но и те же самые геопатогенные зоны с помощью рамок маятников или других приборов или просто человек это чувствует без каких-либо костылей но он не архитектор данном случае можно привлекать такого человека и делать это симбиозе делать это в сотрудничестве это один из самых лучших вариантов ну тут много факторов вообще-то говоря если мы начнем все эти факторы применяют там как-то по ведическим принципам ну скажем запускались и коровы вообще-то говоря на участок где собирается строится здание сооружения и конечно там было очень много всего что должно присутствовать по науке но если мы говорим о таких не знаю структурах как город современный город ну там сложно сделать современном городе найти участок под застройку в городе очень сложно и есть люди которые все-таки по своему статусу по своим не знаю своим причинам они не хотят уезжать за пределы города как в этом случае быть но ровно так же как и за пределами города тут понимаете если по определенным причинам они хотят оставаться в рамках города в рамках какого-то вот объединение людей общественной какой-то социальной и городской формации то у них те же самые шаги что и людей за городом на природе им конечно будет сложнее потому что город накладывает огромное количество своих критериев огромное количество создает лишних проблем назовем это так и обобщить это можно влияние город это огромное живое существо если опять же возвращаться к теории вас тупоруши что каждая клеточка энергетическая клеточка пространства содержит себе это у вас тупоруши или энергии так и город или страна континенты они содержат каждое свою энергию сознание и она оказывает огромное влияние на человека фактически не она оказывает влияние человек просто находится в поле он просто плавает в массе этих влияний и задача архитектора задача такого глубокого подхода эти влияния попытаться насколько возможно на глубоко оценить оценить и естественно сопоставить минусы и плюсы найти пространство помещения участок в центре города или на окраине под застройку без минус нереально даже за городом сейчас это очень сложно сделать я запроектировал огромное количество таких зданий и в городе но в большей степени за пределами города конечно поскольку частный сектор индивидуальная застройка это все на территории россии земли больших проблем пока нет можно устроить и строить но даже там в условиях открытой среды возникает огромное количество сложностей и реки дороги овраги подземные воды коммуникации которые там когда-то или кем-то были проложены сети газовые электрические столбы все что угодно соседство кладбища каких-то захоронений множество множество факторов огромное количество грунт сам по себе грунт в городе будет все это и еще плюс все городские прелести и здесь конечно первое что наверное самое главное это рассказать судьба человека который это все хочет сделать если он имеет возможности желание оставаться в русле города то он должен понимать он должен хорошо осознавать что он будет иметь те минусы и сражаться с ними в течение жизни в этом доме или в этой квартире который он будет иметь город будет как сказать им руководить мы не можем отрицать что среда городская оказывает такое влияние что очень сложно и противостоять наша ментальность наш наше сознание практически не способна сопротивляться мы знаем выражение город затянул да или город давит или город командует но все что угодно какие-то влияния и их очень сложно будет избежать это должен понимать человек в первую очередь со стороны архитектора со стороны дизайнера главная задача дать человеку что силы каким образом обеспечить ему комфорт удобство стабильность уют до солнце то есть энергию энергию внешнюю которую можно добиться в условия города тоже можно увидеть солнце и в этом задача как раз архитектора найти все эти компоненты сложить их в одну собственно один проект иван вы описываете идеального архитектора до который знаком с такими вещами знаком с такими науками но реалити этого мира реальность такова что таких архитекторов то самом деле ну не так много в мягко говоря то есть их практически нету более того кто запроектировал запроектировала как правило ну не знаю как у нас во всяком случае у нас так строят у нас знаете как у нас это все фанера то есть это называется тубай форы тубай форы то есть 2 на 4 эти самые там брусья и между ними находятся гипсовые какие-то плиты вот если я сейчас со всего маху вот сюда вот услышите звук вот гулки звук то есть там это не кирпич которая от которого звука бы не было да никакого то есть там внутри находится пустота если я ну не хочется это делать потому что тут бэнер висит не потому что то вот элементарно это все пробивается более того также находятся и потолки в общем то это самое ну понятно там где-то мы не говорим про сваи которые там бетонные это в каких-то конструкциях серьезно конечно присутствует но в жилых домах особенно вот как и сыров описывали одноэтажную америку вот таком доме скажем живу я это все живут практически все люди которые живут пригородах и там вот это все фанера называется то есть если там какой-то больше не ветер это все слышно так вот компании которые это все строят они объявляют новое строительство основной критерий как у любого в общем-то риэлтора это локейшн то есть это местоположение больше ничего местоположение имеется ввиду по отношению к чему-то не в пространстве то о чем мы сейчас беседуем как вот так сказать внутри всего этого и такого очень все то есть как внутри этого функционировать допустим тем людям которые хотели бы пользоваться вот услугами действительно ваш в вашими услугами или услугами тех людей которые знают чтобы вы могли скажем порекомендовать таким в общем то мы здесь возвращаемся наверное снова и снова к концепции кала дэш и паттера к времени места и обстоятельствам первое что это время это время фанерных домов это не только в штатах сейчас территории россии количество так называемых каркасных или панельных домов растет растет геометрической прогрессии и люди живут уже в прямом смысле в таких деревянных сотах если это делается или townhouse или даже монолитное жилье с минимальной толщиной перегородок то там конечно мы для простите townhouse это же у вас есть такое понятие да там конечно я давно просто уехал поэтому там как бы не было конечно конечно есть все то же самое у нас насколько я это понимаю опять же из консультации на территории постсоветского пространства на территории штатов и канады и даже австралии что у нас все равно похожие условия назовем это западный мир живет очень похоже очень мы отличаемся может быть чем-то от востока но уже мне кажется эта грань тоже скоро будет потихоньку стираться особенно на нашем континенте принципы можно применять любых условиях мы уже живем в этой фанерной стране мы живем в этом фанерном городе в этом фанерном доме ну и собственно что об этом говорить это нужно принять как данность если мы делаем такой выбор если мы продолжаем хотите в этом жить или даже если мы уже не хотим в этом жить мы все равно принимая что это так это наша данность это наши фишки мы с ними должны играть или это наши карты но вопрос что мы например не умеем играть или фишки или покер ну то есть кто во что нам может быть нужно научиться или позвать человека который поможет нам сыграть он нас проконсультирует как лучше поступить чтобы что-то чтобы остаться здесь жить и здесь было максимально хорошо то есть можно же ли использовать любой инструмент можно соответственно компьютером пользоваться как средством для развития средством проектирования обучения так далее можно им бить орехи то же самое жилье у нас есть фанерная коробка ей можно в ней можно просто приходить и как-то спать и что-то есть можно сделать ее максимально эффективный это вот и удобных мои любимые слова сейчас с точки зрения дизайна и архитектуры ну совсем недавно буквально на прошлой неделе тоже была консультация с молодым человеком из киева его в первую очередь квартире беспокоил вопрос что он работает и во время работы у него ощущение что его просто выкачивают у него нет сил он работает просто за в топом просто за компьютером сидит за столом ему очень сложно у него есть желание постоянно выйти из-за стола сесть на корточке спиной к стене недалеко от этого стола и просто там сидеть там он отдыхает там он успокаивается там ему начинают приходить мысли он работает удаленно как многие сейчас и он уже там продолжает их генерить но не за рабочим местом что мы делаем и смотрим его планировку смотрим фотографии его комнаты смотрим а в первую очередь внешнее пространство как ориентирован дом как ориентирован он со своей квартире в этом доме куда обращены его окна и самое главное что внутри что внутри оказывается очень простая и распространенная история первое что человек сидит за столом лицом в стену сразу это наша любимая и как 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 могут сказать там современный дизайнер это же эргономично мы не занимаем место мы просто к стене подвинулись полу перлись лицом в стену и тем самым экономим пространство в комнате да но задача наша наша задача творить работать если мы хотим что-то творческое создавать созидать нам нужно пространство а что мы можем создать если перед нами стена в 30 сантиметров перед лицом но это отдельная история с этим тоже нужно работать то есть надо развернуться получается как бы в другую сторону правильно но представьте себе если бы у вас было место и у вас был бы отдельный кабинет в квартире в доме как это дай бог каждому иметь такое пространство как бы вы расположили мебель там конечно же вы сели бы лицом вперед в комнату в первую очередь чтобы вы видели дверь может быть где-то сбоку и было бы окно это лучший вариант но за вами были бы стеллажи с книгами или стена то есть то что вам создавало бы защиту где тем местам мозга которые считаются у нас инстинктами да там где у нас инстинкт самосохранения защиты и так далее нам некомфортно если сзади за нами огромное пространство мы все время оборачиваемся даже если там никого нет у нас ощущение что кто-то за нами следит что сзади может кто-то напасть и поэтому идеальное положение стола которого можно добиться почти в любых условиях можно в крайнем случае периодически этот стол отодвигать когда нам нужно работать от стены потом придвигать его назад если нам так нужно место то есть это один из аспектов да я о нем еще очень много могу говорить но вот продолжив ситуацию это было не все с молодым человеком получилось что мало того что в стену он еще сидит на такому энергетическом сквозняки который неизбежно возникает если с одной стороны у нас вход комнату а с другой стороны у нас окно и мы оказываемся в этом сквозняки он не только энергетически он физически можно при открытии окошко посмотреть а ведь воздух это и есть энергия как движется воздух как движется вода так движется и тонкая энергия прана до или ци как она называется в китае и соответственно он сидел на этом канале прямо между дверью и окном на улицу и у него все время было ощущение что его просто высасывает из него силы что он делал он вставал со своего кресла отходил назад вот просто туда как я сейчас метра три другой стене садился просто на пол спиной к стене и там его отпускала потому что там не было сбоку двери там не было сбоку окна там была тут стена здесь стена и самое главное он был сзади защищен при этом направление для работы у него была оптимальная удачная но он не мог работать я посоветовал ему просто взять и вместе со столом теперь перейти к той стене при этом он может видеть дверь и чувствовать себя защищенным потому что он контролирует вход это очень важно для человека теперь он видит окно которое мы подсвечивает но не дует и теперь он имеет защиту сзади как будто специальный кокон который вокруг него выстроила сама его архитектура сама квартира и вот такой пример их масса это касается зоны для сна это касается зоны для питания для все наши сферы жизни они же в доме в квартире имеют такой круговорот у нас есть зона где мы боимся очищаемся и там тоже есть свои принципы и в каждой квартире их можно так или иначе подрегулировать улучшить уменьшить негативные влияния вот такими простыми достаточно где-то более сложными затратными где-то совершенно элементарными просто возьми мебель переставь и этой работы я понял то есть получается что исходя из этого я просто применяя это к себе у меня есть да есть мой офис рабочий домашний офис в котором естественно я работаю но у меня именно та самая ситуация то именно та самая ситуация я правда не чувствую никакого дискомфорта на самом деле то есть я сижу справа у меня находится окно слева у меня находится дверь но не дверь не слева она находится на одном уровне как я сижу она находится слева от меня но не у той стены которая находится по левую руку и я сижу лицом к стене как раз таки та самая ситуация я не чувствую на самом деле никакого дискомфорта то есть все как бы нормально но почему это все происходит? Это происходит очень просто. Вы абсолютно правы на самом деле, потому что я сейчас вот просто представляю себе, когда мы входим в кабинет, где находятся какие-то офисы, где сидит, ну, в кабинет начальника, к примеру, да? То есть, мы входим туда, он, естественно, мы входим через дверь, и он сидит напротив двери, он сидит, у него стол, он сидит напротив двери, то есть, с лицом к стене, спиной к стене. То есть, получается, да, получается, я делаю неправильно, теперь надо все менять, переставлять. Скажите, вопрос такой, лететь, сидеть с лицом к окну, тоже не очень позитивно, да? Здесь зависит сильно от деятельности, которой мы будем заниматься. Чем более творческая деятельность, тем более это приемлемо. Чем более деятельность должна быть сосредоточенная, скрупулезная, где-то однообразная, может быть. Это будет сложно, потому что пространство, огромное пространство впереди, если комната передо мной, это одно, но пространство за окном, это совершенно другое. Если я музыкант, если я писатель, если я, может быть, дизайнер, в том числе, или художник, или архитектор, или я занимаюсь каким-то иным видом деятельности, которое можно смело назвать творчеством, а я считаю, что творчество и бизнес, они неотделимы, часто их разделяют и напрасно, то для многих вот таких более творческих профессий это нормальный выход, если нет другой возможности, раз, и действительно, если человек максимально хочет задействовать энергию пространства. Мы говорили вот о теории пяти первоэлементов. Один из самых тонких и важных элементов – это эфир, или пространство, собственно говоря, из которого происходит все остальное. Это нематериальный еще элемент. Но фактически это то самое пространство, которое ничем не занято. Если стен нет, если нет дверей, окон, а просто есть пространство, это и есть эфир. И за окном, безусловно, его гораздо больше, чем в доме. И он является материалом для творчества, для деятельности. А если окно находится на западе, что, в общем-то, не рекомендуется вообще, скажем, по Васту Шастру делать окна на западе? Как с этим быть? Васту Шастра не имеет таких ограничений, не делать окна на западе. Окна могут быть с любой стороны. Вопрос, в каких помещениях. Что, если мы делаем кабинет на западе, соответственно, у нас может получиться окно на западе, мы должны понимать, что западное направление, направление заходящего солнца и с точки зрения, например, астрологии, зоны влияния планеты Сатурн, планета, которая замедляет, останавливает, успокаивает, которая дает что? Усидчивость. И здесь мы возвращаемся к предыдущему вопросу, смотря какой вид деятельности. Если вы, к примеру, относитесь к органам, скажем, налоговой службы, или милиции, полиции, и все, что угодно, то есть вы находитесь под влиянием планеты Сатурн, вы ограничиваете кому-то свободу, вы занимаетесь, например, земляными ресурсами, но не их продажей, а, например, их добычей и организацией, вы можете смело иметь западный кабинет и западное окно, потому что это направление соответствует вашей деятельности. Мы еще раз здесь подходим к вопросу, что нет таких ограничений, что нельзя делать окна на западе или на юге, что нельзя делать двери на западе или на юге. В самих шастрах и авторитетными для меня людьми, людьми, которыми всю жизнь посвятили вас, занимались этим профессионально и на высоком государственном уровне. Плюс в книгах, реально в первоисточниках, есть схемы, на которых нарисовано, что вход в здание может быть со всех четырех сторон. Единственное, это конкретное положение на этой стороне, то есть стена. Южная стена, там есть два варианта для входа, это если мы изначально проектируем. Нет нигде такого, что не должно быть входа. Я нигде не встречал такого в шастрах. Это вольные интерпретации, как я считаю. Нет нигде такого, что не должно быть окон на юге. Это вольные интерпретации. Нужно понимать это уже согласно месту и обстоятельствам. Если мы находимся в Калифорнии, например, то там нужно понимать, что южные окна, огромные южные окна, может быть, стоит как минимум затенить. Или если мы находимся, извините меня, на Таймыре, то не иметь южных окон, это то же самое, что просто жить под землей и не видеть хотя бы несколько недель или месяцев в году драгоценное солнце, которое дает жизнь и как минимум витамин D, если говорить совсем поверхностно. Это утопия. И поэтому здесь место, время, обстоятельства стоят важнее, чем любые другие критерии. Вот об этом я и говорю с самого начала. Ну, хорошо. Хорошо, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить о том, что мы беседуем с архитектором, инженером, дизайнером и специалистом по древне-ведической науке Васту Шастры Иваном Тюрином. И это у нас, будем так говорить, первая такая встреча. Мы договорились о том, что мы встречаемся каждый второй понедельник, правильно, через понедельник мы будем встречаться с Иваном Тюрином, если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств типа поездок и так далее. То есть, получается, если сегодня 12 число, следующая наша встреча будет 26 числа. Если не считать, что это, в общем-то, уже Крисмос, то, да, не знаю, как будет функционировать наше здание, запроектированное совсем не по системе Васту Шастры, где находится наш офис в билдинге. Кстати, там вход в это здание находится два входа. То есть, один с запада, один с востока. Угу, само здание. Ну, мы беседовали с Иваном. Кстати, могу порекомендовать, кстати, те, кто нас слушает, если есть такое желание, пообщаться. Поскольку я консультировался по поводу нашего офиса, который находится в той части здания, в которой вот он находится, и Иван давал рекомендации, и мы с удовольствием ими воспользовались, этими рекомендациями. Ну, посмотрим. Я последнее хочу сказать, не знаю, знает ли сам Иван, о том, что в городе Лас-Вегас, в Неваде, Соединенные Штаты, есть такой отель, который называется Белладжио. Известный, известный всем отель. И когда хозяину, скажем, предполагаемому этого отеля пришел архитектор и дал ему проект, он посмотрел на этот проект и сказал, ты что, сдубил, рухнул? Он говорит, а чего? Он говорит, ну как, это же в разы дороже, чем такие же близлежащие отели, которые там находятся. Ну, считается, Лас-Вегас седьмое чудо света. В общем-то, те, кто там бывал в Соединенных Штатах, они знают, о чем идет речь. Посреди пустыни сделан такой оазис. Короче говоря, он ему начал объяснять о том, что туда вложены все принципы и там как раз-таки соблюдались принципы Васту-Шостры. И поющий фонтан там находится, где я неоднократно, кстати, смотрел. Сейчас, правда, там очень немного людей, как во всем Лас-Вегасе, по сравнению с тем, что было когда-то, лет, 20 тому назад, но там как раз-таки он находится и северной частью, и входы находятся там, где надо, в общем-то, все находится там, где положено быть. И, что самое интересное, там находятся янтры, висят по всему, скажем, отелю. Но это янтры не такие, как мы вот видим за спиной Ивана Тюрина, а там картины. Но там сделаны таким образом, мы будем говорить, замаскированные такие янтры. И когда он начал это объяснять, он, правда, ничего не понял, но человек творческий хозяин, и он согласился, то есть, он согласился. Что интересно, после строительства, после окончания строительства отеля, тот ему сказал, что в течение года, вот там такие все, все так благоприятно расположены, что будет не просто, скажем, возврат денег, вложенных в это строительство, а будет даже и профит, что, в общем-то, и было. И, конечно, он был очень рад ему сотрудничеству, после этого было построено еще несколько, там, ну, там стояла история, в Винн и Диксон, есть такие два отеля, тоже очень интересные два отеля, и там, если не фонтан, то там находится бассейн, вот, что, в общем-то, тоже рекомендуется, дорогие друзья, мы не можем в течение, в рамках одной программы, и то мы ее уже затянули, немножечко, да, по отношению того времени, которым мы предполагали, будет происходить, но это наша первая, повторяю, программа, и очень интересная программа, я благодарю Ивана за очень интересную беседу, и очень интересные вещи, и сейчас я вот закончу тут работу, пойду менять все у себя, будем ждать результатов, переставлять дома, так, у меня практически результаты будут, потому что я занимаюсь трейдингом, там, как хобби, вот, то есть, на бирже, вот у меня будут практически результаты, я об этом буду рассказывать, как, как, да, отчет я дам, обязательно, ну, а сейчас разрешите откланяться, еще раз, меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра Сангейтс, наша программа записывается, выставляется в YouTube и Facebook, ну, и ссылка будет дана Ивану Тюрину, те, кто хочет пойти прямо на его страницу, увидят это, к сожалению, первые 5 или 7 минут у нас не записалось, я вот сейчас смотрю, почему-то не записалась, программа не записала, но, тем не менее, основная часть программы все-таки у нас есть, поэтому приношу свои извинения за технические неполадки, но, еще раз, так оно, так оно будет продолжаться идти, я хочу сказать, это уже действие Меркурия, ретроградной Меркурии, которая у нас 19 числа, вот, в предыдущей беседе с астрологом, мы выяснили этот вопрос, но, будем надеяться, что вот уже будет все в порядке, и следующая программа будет идти в полном режиме и записываться в полном масштабе, так как они должны записываться, спасибо, Иван, большое, за очень интересную программу, и до новых встреч, удачи, любви. Спасибо, спасибо, Майкл, спасибо слушателям, тогда до новых встреч, успехов. До новых встреч, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok